Акции, входящие в индекс, закрылись разнонаправленно. Наибольшее снижение зафиксировано по акциям Казминерал, цена которых опустилась на 2,28%, до 3850 тенге. Акции компании корректируются вслед за медиу, которая, в свою очередь, на момент закрытия торгов на кассе теряет 2,5% и торгуется на уровне 6592 долларов за тонну. Причиной снижения служит эскалация ситуации вокруг торговых войн между США и Китаем. Отмечу, что сегодня стало известно намерение Китая ввести 25% пошлины на 106 категорий товаров американского экспорта. Общим объемом 50 миллиардов долларов в год в ответ на действия США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на китайский телеканал CCTV. Новая пошлина будет действовать в частности для американских автомобилей и самолетов, химической и табачной продукции, говядины, а также сельскохозяйственных товаров, включая сои, бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок. Рост цен продемонстрировали акции, представляющие квази-государственный сектор «Казахтелеком» в плюсе на 0,64%, бумаги «Киевгок» подросли на 0,5%, долевые инструменты «Казтрансойл» прибавили в цене на 0,3%. Сегодня Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings по просьбе компании разведки добычи «Казмонайгаз» отозвала долгосрочный кредитный рейтинг, который был на уровне WB-. На момент отзыва рейтинга прогноз по ним был стабильный. Нацкомпания «Казмонайгаз» намерена досрочно выкупить удержатели еврооблигации на сумму 5,250,000,000,000 долларов США. Предложение о выкупе четырех выпусков, это 4, 5, 7 и 8 выпуск, истекает 1 мая в 10 часов по лондонскому времени. Купон по выкупаемым облигациям варьируется от 4,875% до 7%. В дополнение отмечу, что национальная компания «Казмонайгаз» и «Казмонайгазфайнанс» утвердили программу выпуска глобальных среднесрочных облигаций в размере 10,5 млрд долларов США, в соответствии с которым «Казмонайгаз» и «Казмонайгазфайнанс» в качестве эмитента могут осуществлять выпуск облигаций в любой согласованной валюте. Министерство финансов привлекло на «Косе» 7,5 млрд тенге, разместив свои 15-летние облигации под 8,66% годовых. Было удовлетворено 5 заявок, 80% от общего объема привлечения было выкуплено институциональными инвесторами. Остальные 20% пришлось на прочих юридических лиц. Доходность операции «Репост» с государственными ценными бумагами сроком на один день повысилась на один базисный пункт и составила 8,53% годовых. Доходность однодневных своп-операций с долларом США снизилась до минимальных значений с 17 января 2018 года, опустившись на 74 базисных пункта до 7,8% годовых. Отмечу, что в понедельник Нацбанк решил приступить к осуществлению операции валютного свопа сроком на один день на «Косе», как по предоставлению, так и по изъятию ликвидности. Нацбанк разместил сегодня вне биржи два выпуска нот. По 7-дневным нотам доходность составила 8,57% годовых, объем размещения достиг 70 млрд тенге. По годовым нотам ставка была на уровне 8,65% годовых при объеме 341 млрд тенге. Спрос по 7-дневным инструментам превысил предложение на 121%, по годовым спрос был выше предложения на 34%. Среднеизвешенный курс доллара США снизился на 49 тенге, до 319 тенге 88 тенге. Объем торгов по сравнению с предыдущим днем повысился на 11% и достиг 125 млн долларов США. Курс тенге укрепился несмотря на продолжающее снижение цен на нефть и дешевеющий на 0,5% по отношению к доллару рублю. Сегодняшнее укрепление тенге идет против тренда на мировых рынках. Нефть к моменту закрытия валютной секции на косе дешевеет почти на 1,5% и торгуется ниже 67 долларов за баррель. Недавно агентство Reuters провело опрос аналитиков, согласно которому тенге продолжит укрепление в апреле 2018 года на фоне стабильных цен на нефть. Прогноз изменения курса тенге составлен с 28 марта по 2 апреля на основании ожиданий 10 аналитиков, 7 из которых считают, что тенге будет укрепляться, 3, что тенге ослабнет. Кроме того, 8 из 10 аналитиков считают, что тенге ослабнет через 12 месяцев. Среднеизвешенный курс рубля снизился на 2,5 тенге, до 5 тенге, 55 тенге, объем торгов составил 61 миллион рублей. Курс евро снизился на 1 тенге, 65 тенге, до 392 тенге, 75 тенге, при объеме торгов 100 тысяч евро. Сделок с юанем на косе сегодня заключено не было. Это была программа «В курсе». Увидимся с вами после следующей торговой сессии.